МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. Свежие впечатления от поездки в Беларусь, кому-то очень не хватает адреналина. Масковские журналисты уверены, что в судьбах любого народа на планете октябрь 1993 года неизбежен. Я, правда, сомневаюсь. Более того, думаю, что и свобода печати, и взаимоотношения парламента с президентом эти проблемы решатся в Беларуси быстрее и легче, чем у нас. И вообще не надо бежать впереди паровоза. У каждого народа свой путь. Мы вас приветствуем. Взгляд из Останкина и из бара у Фауста. Добрый вечер. Вообще интересно все сравнивать. Ты же тоже, Саш, в свое время боролся с официальными властями, а кто-то наверняка говорил, что не надо бежать впереди паровоза. Вспомни. А в 1991 году, когда ты сидел на крыше Белого дома и вел оттуда свои передачи, наверное, не от того, что адреналина не хватало. Тогда было серьезно, потому что тогда шла речь о том, что менялась система. А потом это уже не профессионализм политиков, которые просто пока еще не очень хорошо работают, и поэтому льется кровь. И октябрь 1993 года абсолютно, по моим представлениям, выглядит именно так. Ну и плюс еще интеллигенция, которая, конечно, тогда еще по инерции 1991 года кричала, что вот, мол, давайте раздавим красную гадину. А на самом деле речь шла уже совсем о другом. Просто дали понять, что в России демократии пока нет. Ну, кстати, я не знаю, хорошо это или плохо, и вообще как должна выглядеть демократия. Главное, что хотя бы войну они прекратили в Чечне. Главное в этом смысле, мне кажется, просто не забывать о принципах и не забывать о целях. И работать, работать, думая об этом каждый день, а не так между революциями по два-три раза. Я сегодня, кстати, пригласил своего старого товарища, даже соратника, который много-много может по поводу всего этого сказать. Я пока его не буду представлять. Если буду неискренен, он сам вступится. Или, может, заступится, если вы на меня будете слишком так вот, как начали жестко наезжать. Ну, к тому, что происходило в августе 1991 года, можно относиться иронически. Многие сейчас к этому относятся иронически. А можно относиться и серьезно, если жить здесь и жить в то время. Для тебя это тогда было серьезно. Я вчера познакомился с человеком, для которого сейчас серьезно то, что происходит в Минске. Его зовут Северин Квитковский. Ему 23 года. Он бросил университет. Сейчас его там не восстанавливают, потому что считают политически неблагонадежным. Он бунтует, ходит на митинги. Одного его товарища уже посадили. Я хочу сказать тебе кусок из одного фильма, который сейчас в Белоруссии крутят почти подпольно по квартирам. Такой сам из ДАТ. Давай посмотрим. Все бы вам народ пугать. Сам из ДАТ, подполье. Спор истории, Сережа, был решен в августе 1991 года. Сейчас все это косметический ремонт. Давай посмотрим. История Германии История Германии Это слепых историй в какой-то степени Белоруссии на определенных этапах. В свое время Германия была поднята из руин благодаря очень жесткой власти. И не все только было плохое связано в Германии с известным Адольфом Гитлером. Я подчеркиваю, что не может быть в каком-то процессе или в каком-то человеке все черное или все белое. Есть и положительное. Гитлер сформировал мощную Германию благодаря сильной президентской власти. Ведь немецкий порядок формировался веками. И для Гитлера это формирование достигло наившей точки. Это то, что соответствует нашему пониманию президентской республики и роли в ней президента. Не дай бог использовать вас. Это не дай бог. Армия сцердена, для того и создана, что ли. Это 26 апреля. Десятая годовщина Чернобыльской катастрофы. Шествие памяти жертв в Чернобыле запрещено. Люди вышли на улицы Минска и их не остановили ни запреты, ни войска. КОНЕЦ 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 Тебе приходилось представлять человеку в Дубинке? Ну да, мне во время этих событий посчастливилось немножко получить. Но я считаю, что слава богу, что немножко. Потому что свое всегда найдешь. Что ты, собственно, делал? Ты что-нибудь сделал что-то? Я провел эксперимент. Я провел эксперимент, когда ОМОНовцы выстроились. Это было не 26, это было во время другой манифестации. Выстроились и двинулись, чтобы оттеснять людей. Я остался. Как раз, когда они подошли, я уже докурил, бросил свою сигарету. И просто стоял. Вообще никак. Ну, и эксперимент получился такой. Меня ударили лицо, я упал. И потом меня потянул ОМОНовец за собой. И, наверное, такая была интересная картинка. Я снаружи сам, к сожалению, не видел, когда идет эта шеренга ОМОНовцев. И за собой тянет какое-то тело такое. А потом я поднялся. Ну, в общем, наверное, тогда я впервые поборол себе страх. Можно вопрос? Да, пожалуйста. Тогда, наверное, нужно от меня, если можно. А вот мой гость, теперь я представлю. Это Андрей Макаревич. А вот вам не кажется, что весь этот конфликт с переворачиванием машин, вот с этим, происходит в результате из-за того, что по чьей-то глупости, наверное, вот не дали демонстрации пройти по главной улице? Вполне возможно. Я этот год, в 96-й и с конца прошлого, я работал на ФМ-радио. У меня была программа, посвященная французской музыке. Программу закрыли. Всю станцию у нас закрыли. С 1 сентября она не работает. Это была единственная станция в Беларуси, которая вещала на белорусском языке. Ну и вообще-то, ну она была развлекательная, но там были интересные новости, которые вот не нравились нашему правительству. А почему о французском музыке, на белорусском языке? Нет, в принципе, станция была... Ну, это вам трудно, наверное, понять эту ситуацию, когда в Беларуси единственная станция на белорусском языке, это очень для нас важно, которая завоевала популярность в русскоязычном городе, вышла на второе место, меньше, чем за год. И она была прикрыта. Очень давно, в глубоком детстве, еще до школы, я задал себе вопрос, почему белорусы... Простой вопрос, почему белорусы говорят на русском языке? Просто мне было интересно. И вот это изучение, я понял, что куча объективных каких-то там причин, какие-то там истории, там прочее влияние, там каких-то государств и т.д. и т.п. и т.п. Все это я прекрасно понимал, но в один прекрасный момент я понял, что меня это не устраивает. Лично меня. То есть я не имею претензий никаких к каким-то другим людям, которые меня окружают вначале. Я просто имею претензию к себе. Меня это не устраивает. И я заговорил на белорусском языке, просто почти как на иностранном. И со временем у меня стали сниться сны на белорусском языке. И я, в общем-то, понял, что когда ощутился, что я действительно белорус, у меня это была какая-то моя внутренняя победа, моя какая-то революция. И к тому же я увидел, что таких, как я, людей очень много в Белоруссии. Что каждый задавался этим вопросом и какими-то своими плетями шел к этому. И вот, в конце концов, я увидел, что для меня это было в конце 80-х годов. Я увидел, что нас достаточно много, чтобы мы могли эту идею развивать. Это была идея вне политики. Что, по-твоему, должно случиться, чтобы ты мог сказать, вот мы победили? Я это противостояние выиграю в любом случае. Даже если я останусь одним, единственным человеком под бело-красно-белым флагом, я всегда одержу победу. Ну, по крайней мере, я в этой веще. Лично я. Хочется с вами поговорить об этом же через 10 лет. С удовольствием. Знаешь, есть такое высказывание про революции. Революции замышляют романтики, совершают фанатики, а плодами их пользуются подлецы. Да, я думаю, что во многом это так. Прокомментировать. Ну и что из этого следует? Романтики должны плюнуть на романтизм. Я думаю, что романтизм такое свойство, которое, в принципе, человек может из себя изжить. Поэтому надо в действительности принимать такую, какая она есть. Что касается реалий белорусских, я думаю, что вполне возможно, что подлецы могут воспользоваться плодами, но будет другой круг этой цепочки. И он будет уже качественно новым. И следующие подлецы уже будут иметь меньше возможностей для своей подлости. Почему не больше? Ну, потому что... Ну, потому что романтики повзрослеют, и они не дадут подлецам. Если так, утреяно сказать. Поставляют подлеща. Подлеща. Да, романтики, они, в общем-то, молодые. Но они же возрастают. Самая сила романтизма, она в молодости. А потом они возраслеют, они консерваторы, становятся консерваторами. Это очень хорошо, потому что они создают базу для молодых романтиков. Возможность проявлять свой романтизм, на что-то его направлять. Тему, кстати, можно продолжить. Романтика. Нет, абсолютно очень близкая тема. Я думаю, что если романтики вовремя становятся прагматиками, то тогда подлецы, может быть, и не приходят. Но нам, вот, кстати, если говорить о прагматизме, конечно, очень Беларусь близка. И то, что там происходит. Но, с другой стороны, это же все-таки другое государство. И с этой точки зрения, отсюда, вот, из Москвы, важно, чтобы там было спокойно. И в этом смысле, я думаю, что и для белорусов тоже важно, чтобы было спокойно в России. А раз так, то уж точно у белорусов гораздо больше к нашей великой демократии претензий, чем у нас к ним. Ну, в таком случае, если так, да, я согласен с вами. Но какие ходы для того, чтобы было все спокойно у соседей? Разные государства, в общем-то, по-разному как-то пробуют это решать. И вот вариант, ну, в той же России, вот, очень печальный вариант, когда попробовали даже, ну, не соседей, периферийную территорию Чечню сделать тихо. И вот это к чему привело. Андрей, что ты думаешь вот о революциях, романтиках и подлецах? Такая стандартная, в общем, фраза известная. С этой фразой я согласен полностью. И могу сказать, что глупо говорить о каком-то своем опыте. И не могу я сказать, что переоценил какие-то ценности, там, начиная с 91-го года. Нет, совершенно нет. Просто есть ощущение, что... Вот у нас это точно так происходило. Значит, одно заводило другое. И 90% людей, которые в этом участвовали, они, в общем, уже забывали из-за чего. А вот мы пойдем против, а нам не дали. А мы сюда пойдем, а нас тут не пускают. А мы перевернем сейчас эту машину. Камнями закидаем. Я не верю вообще в то, что бывают хорошие политики и плохие политики. Они могут быть более умные или менее умные. Политика – это такая вот профессия. И мне кажется, что ничего это не стоит, вот того, чтобы людей били палками по голове, например. А когда у тебя был такой период романтический в жизни, когда ты думал так же, как Северин? У меня... Я думаю, что была немножко другая ситуация, если говорить о 91-м годе. Нет, ну, я не знаю, я думаю, 70-е, подпольные концерты, машины времени. Совсем не так. Мы не ощущали себя. Во всяком случае, мы жили в каком-то подпольном мире, в таком своем, немножко опасном таком, даже было так интересно. Конечно, не смертельно опасно. Никто не сидел подолгу. Замкнутом круги очень. И ни в коем случае нам не казалось, что мы влияем каким-то образом на падение советской власти. Мы понимаем, что Солженицын влияет, безусловно, Академик Сахаров влияет. А мы, ну, мы с ними, да, мы заодно. Это не было революционной деятельностью. Мы просто писали песни, которые считали нужным писать. И я был уверен, что советская власть рухнет после нашей смерти. Было очень непохоже. Даже когда пришел Михаил Сергеевич, была полная верность, что это будет продолжаться еще лет сильно. Ну, а было у тебя время, когда ты ощущал, что надо выходить на площадь, надо что-то делать, а не только приписать? До 91-го, пожалуй, нет. А в 91-м было? А в 91-м было, потому что я прекрасно понимал, что вот только началось, и ожидания были самые лучшие, и вдруг эта штука сейчас покатилась назад. Причем она покатилась конкретно и очень быстро. Это не было так, как вот все-таки ступенечками. Это было в один день. Просто переворот. И, конечно, мы все бросились тогда туда, потому что тогда ясно надо было что-то делать. А ты допускаешь, что когда-нибудь такое время еще придет, когда вот так же это будет ощущаться? Мной? Да. Трудно зарекаться. Зарекаться трудно, но с тех пор было такое количество последовательных разочарований, не в себе, не в своей вере, а, в общем, в несбывшихся каких-то романтических ожиданиях, что я стараюсь, видимо, сейчас на это смотреть. Я не хочу это цинизмом назвать. Может быть, шкура грубее стала. Может быть, какие-то зачатки мудрости появились. В политике нужны разочарования, потому что от любви много страсти, от страсти много крови. Так что революцию мы вам оставляем, вот в баре у Фаусты. Вообще интересно, как люди меняются и что с ними происходит со временем. Мне вот тут в руки попала старая газета про студенческую ситцевую революцию, так называемую, 88-го года, когда московские студенты выступали в защиту Ельцина. Вы сейчас боретесь против Лукашенко, они выступали в защиту Ельцина. И тоже какой-то журнал подпольный выпускали. Я подумал, что тебе будет интересно познакомиться с одним из лидеров этой революции студенческой. Потому что, на самом деле, действительно многое изменилось за это время. Хиппи обженились, семьями обзавелись. Студенты голодные стали новыми русскими. Или взрослыми голодными. Или взрослыми голодными. Но все равно все меняется. Пойдем я тебя познакомлю с играми. Субтитры создавал DimaTorzok Это Игорь Степанов. Когда он издавал самоздатовский журнал Демократический университет, он выглядел вот так. Называется «Найди 10 отличий». Игорь, вот хроника, которую мы сейчас видели, вы открывали всемирную студенческую ночь в клубе «Пилот». Но, по-моему, народ больше прикололся от танцев. Не было такого ощущения? Возможно. Но мне не кажется, что танцы были отдельно, а наше присутствие отдельно. Все было вместе. Мы слились в экстазе, грубо говоря. Но так что за революция-то была? Вы имеете в виду 87-й, 88-й? Ну, вы знаете, строго говоря, это была... Может быть, северина это будет интересно. Строго говоря, это была, конечно, прививка оспы, которую делают в детстве. Вот, мы были очень романтичны тогда. Вот. И пытались защищать чужие баррикады. Вот. Это вообще свойство романтики – защищать чужие баррикады. Не свои. Вот. И, скажем, я лично считаю, что один из главных ее результатов – то, что у меня после нее хватило ума не пойти ни на какие баррикады в 91-м году уже, не говоря уж о 93-м. Вот. Мы просто отреагировали на то, что происходило в обществе. Вот. Для нас это прошло достаточно безболезненно. И слава богу. Но эти баррикады, в общем, были игрушечные? А в 91-м настоящие? Для нас они, конечно, и тогда не были игрушечными. Вот. Для нас-то они были настоящими. Просто важно это было что? Это был первый случай. Первый случай достаточно интенсивных выступлений студентов, скажем, в масштабе университета, предположим. Тогда было, скажем, три раздражителя важных. Это сильно гнобили Ельцина. Стояла какая-то, уже тогда непонятная нам, милиция в главном здании. И на факультетах преподавали какой-то уже явно чуждый нам сталинизм. Вот. Вот мы против этого честно выступали совершенно. И, пожалуй, были готовы на все. Вот. Вот. Даже не подозревая о том, что, в общем, и Ельцин, наверное, борется за властью. Нам было важно то, что ему плохо делают. И то, что милиция в главном здании, наверное, нужна, как и сейчас выясняется. В главном здании МГУ я имею в виду. Вот. И то, что сталинизм даже лучше знать, чем не знать. То есть, лучше изучить, чем не изучать. Вот. Мы просто отреагировали. Вот. Приобрели опыт большой. Все стали при этом разными людьми, но одновременно... Токиом стал, твой революционер в Сарате. Слишком большой диапазон. Я скажу несколько таких самых ярких примеров. Я знаю человека, который поддержал впоследствии предвыборную компанию Нельсона Манделлы, эмигрировав в ЮАР, естественно, перед этим. А теперь проживает в Непале и считает себя солнцем совершенно искренне. Один из инициаторов буквально стал настоящим капиталистом. Очень хорошим, очень грамотным. Зарабатывает много денег, но при этом даже не отстриг длинные волосы. Очень длинные. Пара людей стала журналистами довольно респектабельными. Вот. Вот. Примерно так. У нас тут вопросы есть. Вообще, не знаю, у меня скорее не вопрос. Я не знаю, вот какая у нас разница в возрасте, но ощущения абсолютно совпадают с моими. Потому вот, что я вспоминаю. Я не думаю, что это из-за того, что люди с возрастом становятся хуже. Вот. Думаю, что нет. А может, потому что все-таки деньги? Вот, когда денег нет, от бедности идешь на баррикады. А потом становишься хуже. Деньги человеку портят, власть, карьера, семья тянет тоже. Нет. На это я могу сказать, на опыте группы «Машина времени», что мы, с одной стороны, никогда не были из каких-то бедных семей. А вот, а с другой стороны, в общем, миллионерами на столе сейчас можно назвать. Я не думаю, что это влияло каким-то образом. Нет, приходит вместе со знанием печаль какая-то, а с ней, наверное, определенного рода спокойствие. В молодости душа стремится наружу, чтобы увидеть этот мир, и становится холодно, она убегает обратно, прячется, и там тихо живет в баррикадах. Вот не дают мне покоя последние недели две белорусские баррикады. Другое дело, сейчас мне зададут вопрос, почему я туда не поехал. Я на него, наверное, отвечу, возможно. Но прагматиком я себя не ощущаю еще в большей степени, чем не ощущаю романтиком. Скажи, ну да, ты не поехал на баррикад в Белоруссию, а есть что-то такое, чтобы тебя заставило быть революционером? Тот же вопрос, что Саша задавал Андрею Макаревичу. Вот если меня сейчас начнут отнимать будущее, я стану революционером мгновенно. Жалко, что не могу вот через экран протянуть руку. Будем считать, что руки пожали. На самом деле, мне кажется, в этом есть такая трогательная какая-то старомодность, что ли. Потому что всегда и везде хорошим тоном у молодежи считалось быть социалистом и вообще как-то бунтовать. Сейчас, скажем, в московском молодежи хороший тон – это быть буржуазным. Быть буржуазным – это стильно. А быть революционером, романтиком, подвижником – это не стильно. Тем не менее, одна романтическая история. Легенда о крыше. Рассказывает Тамара Бочарова. Вот очень грустная история и странная какая-то. Девушка тоже жила здесь, у нее даже были муж и дети, она была гораздо старше молодого человека. А вот тот человек был в свое время еще вместе со мной, такой вот такой вот. И он первый, соответственно, вот такой вот, вот, он учился на первом курсе. У них был очень бурный роман, но этот роман был обречен. У нее был муж, у нее был сын, от которого она не хотела уходить. С вами общались довольно долго, почти что год, но мы все уже понимали, кто бы то знал, что у него в год утра останутся. Однажды утром молодой человек проснулся после своего дня рождения и увидел эту надпись. Он догадался, что эта надпись, адресованная именно ему. Как это получилось, никто не знает. Однажды утром она от него уходила, они встречались здесь, у Андрея, и по этому поводу могла как-то подговорить. Подговорить хотелось, чтобы еще подговорить, но она ему это написала, так или иначе. Когда молодой человек проснулся и подошел к окну, увидел эту надпись, он понял, это все. И скоро после этого они действительно расстались. Так как грустно, вообще-то история. О, картонное крылье, это крылья любви. Знаешь, Саш, меня потрясла история, Которую я узнал вчера, это история про одного человека, который хотел спасти свою любимую девушку, хотел спасти ее от наркотиков. Он перепробовал практически все средства, убеждения, потом как-то поздно вечером он пришел к ней в подъезд и отрубил себе палец. Потом позвонил к ней в дверь. Это так было, ребят? Как ты о ком вообще говоришь? О тебе. Нет, это не обо мне абсолютно. Расскажи сейчас с тобой. По пунктам просто. Я не пытался спасти Милену от наркотиков. Я просто пытался воздействовать на ее сознание, на свое сознание и на сознание ее родителей. Поколение, которое существует, родители и дети, они между собой имеют вещь, которая позволяет им иметь какой-то контакт. Единственная вещь, которая разрушает любой контакт. То есть это не последовательность полная, это честность формальная, это мораль формальная, это формальная религия, это формальное все. Формализм. Сейчас это утрировано, потому что сейчас камера, сейчас люди, сейчас интерактивность какая-то существует. А вообще обычно в жизни это не замечается, это пробрасывается, просто заканчивается какой-то тяжелый, важный разговор, и люди встают, и этот разговор, он просто как телевизор был выключен. Интересный этот разговор, все кончилось. И все. Палец, про что ты говоришь, это могло быть не на уровне тела, я мог не рубить палец. Это просто было желание следовать всему, что как бы обещаешь. Если человек по жизни идет и что-то себе обещает, кому-то обещает, он может исполнять эти обещания, не исполнять, как-то их оправдывать. Но когда есть любовь, у тебя два выбора, либо разрушить эти вещи, которые мешают, либо разрушить любовь. Любовь разрушать я не хочу, а эти вещи я разрушить не смогу никогда. Любой революционер, каким бы ярым и сумасшедшим ни был, он понимает, что в социуме он не победит. Это было совершенно не просто так, что вот я отрубил себе палец, давай бросай наркотики. А это было совершенно, потому что я обещаю, я это обещание выполняю. Только поэтому. Она обещала и не выполняла? А где ты? Я в воздухе, я парю, я в фаусте. Очень интересно, да, в фаусте паришь. Она ничего не обещала, в том-то и дело. Кто-то должен обещать что-то, кто-то должен не говорить просто, а говорить и не развивая дальше, потом делать. Потом опять приходить туда, где говорят, вставлять слово, уходить и делать. Только так можно держать то, что на глазах разрушается. Очень хорошо словами саксофониста Джани Кротасар в преследователе сказал, что реальность, она имеет дыры. То есть везде в реальности дыры, она разрушается. То есть естественно, если человек будет говорить это серьезно, его воспримут как сумасшедшего. Но реальность действительно имеет дыры. Дыры – это образ. У каждого есть, если человек сказать дыра, замолчать, человек возьмет свое. Реальность действительно разрушается, и он не держит. Не знаю. Во-первых, речь идет о людях такого возраста, что независимо от моего личного отношения к каждому из них, я вообще не чувствую себя в праве кому-то говорить. Вот ты употребляешь наркотики – это нехорошо. Ты становишься от этого дураком. Ты выпадаешь из этой реальности. Я считаю, что это его личное собачье дело. Я не прерву с ним отношения. Если мне будет мешать его состояние, наверное, я прекращу с ним общаться. Я так думаю. Андрей, я думаю, что, тем не менее, наркотики сегодня более серьезные проблемы, чем даже политика. Это безусловно. Одно его личное отношение, другое дело – страна вообще, ее будущее. Все хотят, все, кто не принимает наркотиков, я не принимаю. Мне хочется верить, что как-то там что-то растет, люди поднимаются, люди что-то хотят. Но я не хочу, чтобы они погружались в сюрреализм. Я, например, тоже не хочу, но Боря Гребенчукова, что за старая русская традиция, все время кого-то спасать. Тоже верно. Почему? Почему, если человек сознательно выбирает себе вот этот маршрут, его ведь никто не заставляет, как одна девочка говорила вначале. Не надо нас заставлять. Кто тебя заставляет, милая? Тебе папиросород засовывается. Не кури ты, ради бога. Я не курю. А кто-то курит. Ну, очень жаль мне. Я не готов его воспитывать, например. Андрей, извини, тебе очень просто сейчас говорить, потому что, во-первых, возраст действительно не тот, и ты меньше сталкиваешься с этими людьми. Ты не можешь увидеть, как человек на твоих глазах, на твоих глазах просто человек другим становится. То есть он не пристает становиться человеком. Нет, может быть, ты видел сейчас, ну не сейчас, а тогда. Нет, как раз сейчас. Именно сейчас. Да, именно молодой человеку 16-17. Там 20 лет. Ну, пожалуй, побольше. Но я думаю, что, в общем, и... Когда проблема... Когда человек уже взрослый. Это не 12. Может, Бага не прав тогда, насчет того, что не надо спасать? Нет, по-моему, в чем дело. Вот если человек тонет в реке, да, и он отчетливо понимает, что он тонет, и ты понимаешь, что он тонет, да? Наверное, и он просит тебя протянуть ему руку, и ты отвернулся. Вот это цвинство. А если человек в этой реке, а ты протягиваешь руку, он говорит, не надо, мне тут хорошо. Я специально сюда прыгнул. Какой ты имеешь право меня отсюда вытаскивать? Это вот мой путь такой. Знаешь, сейчас мы пытаемся закрыть ящик пандеры, а ты все-таки пытаешься доснуть туда палец, и нет. Ну, ребят, каждый может этот ящик все-таки приятным, но он же открыт, ладно, оттуда полезло. Ну, там же беды и несчастья. Наркотики, это ведь неизвестно, то есть там конец света, говорят, будет в 88-м году. А неизвестно, может, мы еще 15 тысяч лет проживем цивилизацией. Может быть, наркотики – это только детский сад тех бед, которые вообще грядут, которые могут быть. Ведь они не всю жизнь были наркотиками. Сейчас появляются сети. А я считаю, что, ну, это не сегодняшняя тема, я считаю, что сети компьютерные – это не меньшая проблема в будущем, чем наркотики сейчас. Согласен. Просто это чувствуется, это физически висит в воздухе. Согласен. Как ты думаешь, есть ли возможность вот что-то сделать для того, чтобы сейчас приостановить развитие компьютерной сети, интернета и все прочее? Вот как хорошо, что русский язык, он вообще язык, понимаешь, глагол, он выдает суть. Не сделать. Делать ничего невозможно. Сделать – это поставить точку. Возможно только делать. Делать. То есть начинайте делать и продолжать. Вот я хочу тебе помочь, ты хочешь завязать. Чем тебе помочь? А человек не знает, чем ему помочь. Если бы он знал, чем ему помочь, ты должен пойти навстречу ему. Любить – это идти навстречу. Ты должен его полюбить. Не плоткий, там, в любовь. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю. Ты должен знать, что ему предложить. То есть ты не можешь этого знать. Значит, ты должен предлагать, 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 предлагать. Еще предлагать. С этим я совершенно согласен. Я к тому говорю. Ты же песни пишешь как? Ты не говоришь так. Сейчас я песни напишу. Это то же самое. Так, сейчас я помогу человеку, если мне скажут как. Нет, нет, нет. Ты же ходишь с ней там. Я говорю не об этом. Я говорю о том, что я пока не встретил ни одного человека, который хотел бы и не мог завязать. Елена, что вы хотите? На самом деле, вот подход к этой ситуации, он в корне не верит. То есть идет речь о каком-то спасении, действительно, как говорил Егор. Спасение утопающего – это чушь. Есть музыка, которая называется транс. Когда человек попадает в некий ритм с этим трансом общий, он становится заворожен. Для человека не существует ничего более. И вот поступок Егора, он был для меня тем стрессом, тем жутким совершенно стрессом, который вывел меня из состояния некой заторможенности. История с пальцем – это не больше, чем попытка Егора. Он ненавидит эту эстетику, на самом деле. Я этой эстетикой наслаждаюсь. Вот эта попытка привести в некое равенство, в некое равновесие. То есть его ненависть и мою любовь. В конце концов, неизвестно, что важнее – вся мировая революция или палец отрубленный ради любимой девушки. До свидания. Все только начинается. Спасибо, Сергей. Спасибо, Бару Фаусу. Спасибо тем гостям, которые там сегодня собрались. Нам с Андреем Макалевичем было очень с вами интересно. И мы старались быть очень искренними, правда? Закончу одной цитатой. «Долг старых – лгать молодым. Пусть молодые сами пройдут через боль и разочарование. Душа наша в юности крепнет, питаясь надеждой. И впоследствии это дает силы сносить удары судьбы со стоицизмом римлян». Это не я сказал, а американский писатель Тортон Уайлдер. Я с ним не согласен. Это он сказал довольно давно, до воскресенья. Опять холода, зима на года. И ангелы к юну летят. Там завтра в полет, тебе на восход, А мне по всему на закат. Но я взорву земли, словно пес в цепи, И поднимусь к облакам. И обойду облака, моя страна далека, Но я найду тебя там. Картонные крылья, это крылья любви. Вода Вода И весло, свобода и зло, Что делать и кто виноват. Все это пройдет, летит на восход, А я так и быть на закат. Но я сорвусь земли, словно пес в цепи, И поднимусь к облакам. И обойду облака, моя страна далека, Но я найду тебя там, Полукартонные крылья. Субтитры создавал DimaTorzok